Взяла жидкость, взяла белила, можешь сначала залить белилами все, мокрыми белилами все, залить. Когда зальешь, возьмешь тряпочку, сделаешь из нее рабочий инструмент фигушку, будешь брать розовые, синие, и вот такими почеркушками наполнишь все. То есть нас интересует сейчас фоновая история. Вот такими почеркушками. И такой толщиной. Да. Хорошо? Вот такая акварелька. Разноцветится и акварелька. Давай на эту тему. Смотри. Снова белила. Жидкость белила. Когда закидала жидкость белила, взяла тряпочку. Сделала фигушку. И опять 25. Не вытирая вещество, а вот такую акварельность создавая. Вот такую акварельность. Ты так усердно терла, что в итоге вещества не осталось на толстке. И рыжие пятна, и сиреневатые, и синие, и розовые. Накидать, 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 игнорируя пока рисунок. Коричневый. Смотри. Зелененькие, да? Да. Мотивы зелененькие. Коричневый, красный, желтый. Кирпичный цветик появится, да? Вот это все зашвырять. Но сначала вещества белил, и вот такую акварельку. Давай. Тряпка очень убирает сильно. Если долго тереть, то конечно. А если еще менять пятачок тряпки, то есть постоянно переворачивать, то она все больше и больше собирает вещества, правда? То есть небось меняла же? Менялась. Ну надо же чистой тряпкой это делать, да? Так вот не надо чистой тряпкой. Вот такой, да, ну понятно. А раз грязью, грязью. Вот у меня на парке так получилось, что я... Грязненькой и стоило это делать. Так, у нас с тобой голова девушки устремлена к середине, но чуть не доходит, да? Да, чуть-чуть. Поскольку середины легко находятся в этой жире, то начнем с головы, которая внятно устремлена к середине. От головы сюда пошла кемить. Пятно доходит до середины и вниз, да? Да. Но до того, что вещества нет, даже нечего выдавить. Ну, нечего сбрить. Это пятно клавиш. Клавиши. Прикольно? Ой, здорово. Пятно книги. Ну, нот. Которая начинается примерно от головы и занимает половину пространства до конца формата. Таким образом, мы нашли соразмерность этого пятна. Плоскость находится по такой траектории, да? Крышка рояля, да. Эта плоскость находится по такой траектории, вертикально, нарочито. Мощно черно, да? Да. Значительно выше середины. Дозаложишь. Угу. Опять возьмешь тряпочку. Ой, спасибо, тряпочку. Получается. Получается. Смотри, с веществом. Ты видишь? Угу. Смотри, с веществом. Потом идею штукатурности доложим мастихинам. Угу. Например, вот так. Идея штукатурности пятна. Да? Угу. Вот такое что-то будет. И нормалек. Угу. Белый придет в картину. Так. Когда появится белило, придет в картину. Белило. Смотри, смотри, смотри. Я не буду ждать. Вот таким образом удалишь вещество. Вот таким образом удалишь вещество белил в платье. Буквально раздавливая краску. Раздавливая. Светло и светящее, да? Угу. Накидаешь штукатурное проявление. Приконки. Угу. Ой, вообще. А вот этим инструментиком создашь идею складочек там-сям. Угу. Сначала надо накидать. Да. Ну давай. Угу. Красноты не додала. Угу. Согласна? Согласна. А если потом еще и коричневизны добавить, Угу. То и вовсе замечательный черный цвет. Лакированный черный цвет. Да? Да. Да. Ну на этом краска и закончилась. На палитре. Подожди. Что это такое? Это же не волосы. Это же крупные. Крупные проявления. Складок ткани. Здесь смотри. Она сидит. Да. Гениально, да? Гениально. Заметил, что она сидит. Угу. Смотри, что он делает. Почти как на соседней картине делает. Увидел одно пятнышко, кинул. Увидел другое, кинул. А, кстати, накидал. Ну я немножко накидал. Вот неправильно. Ничего так. Ничего так. Правильно. Так. Так. Поскольку это плоский предмет, то ему прилично вот такая плоская укладка. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok То есть ты видишь, никакой вырисовки, это сплошные игрища. Субтитры делал DimaTorzok 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 Смотри, новоначальные думают, что свет – это что-то разбеленное, больше так никогда не думай, свет – это что-то разжелченное. Ты согласна? Смотри, седое, серое и нарядное. Цвет тела желательно, чтобы он был как ягодка на свет в тени. Это вкусно? Очень. Надо прямо запомнить это сочетание цвета. Ягодка на свет. Ладно? Просто можно так без конца калякать, калякать и каждый раз не понимать. Да что ж не так? Это же так просто. Я к тому, что на будущее. То есть надо как простую задачу для себя это усвоить. Не как что-то сверхъестественное. Как будто художники что-то знают, чего понять невозможно. Просто нужно для себя запомнить простую вещь. Тело в тени – ягодка на свет. В основном тело на свету желтит. То есть розовость в тени, желтость на свету. Тогда появляется то, что надо в свете. Но ни в коем случае не чистым коричневым, как обычно это происходит, берут коричневый в тень, коричневый разбеливают на свет. Появляется противность и серость. Да нет, загаром оно не отдаёт. В нём нет ничего бронзового. Скорей покойничкам. Роман. Так… Личику тоже дадим. Идею… Идею прозрачности. Смотри, да? Ягодкой сразу стала… Высветлилась. Ну, высветлилась понятно. Но оно стало цвета. Приятного. А не… не пойми чего. Идею… 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 Что-то такое, да? Вот самое главное, я не знаю, как клавишу мне сделать, хотя бы одну сделать, а потом уже сама сделаю. Давай хотя бы рассуждать. Да. Ну, во-первых, здесь есть толщина клавиш. Есть? Да. Игорь Негода. И черненькие клавишки подкладываем. Ты заметил, что у него там дальше несколько красивых? Угу. Ой, классно, красиво. Бочки, да? Угу. Верхние площадки. Верхние площадки. Верхние площадки. Верхние площадки.